В эфире Дороги к Свободе перед микрофоном Виталий Портников. Ошибся ли Ленин, когда решил, что Украина должна стать союзной республикой, а не частью Российской Федерации? Дарил ли Сталин Украине Донбасс? Все эти вопросы, которые, казалось бы, вопросы из давнего исторического прошлого, обсуждаются в последние недели на фоне исторических изысканий президента Российской Федерации Владимира Путина. Вот мы пригласили наш вердиректор Института национальной памяти Владимира Ветровича. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Вы видите, Владимир Путин фактически стал участником того процесса декоммунизации, который происходит сейчас в Украине. Потому что он также высказывается отрицательно о Владимире Ленине. Я бы сказал, как вы, Иосифе Сталине, как вы. Только по другим поводам. Вы вообще видите, что исторические оценки Владимира Путина, они такие, я бы сказал, как будто он Деникин или Юдинич. Мне кажется, что у него довольно экологические представления истории и какого-то целостного представления о том, каковым была даже история России. С ним тяжело говорить, потому что, с одной стороны, для него крах Советского Союза – это самая большая геополитическая катастрофа в 20 веке. С другой стороны, становление советского государства теперь, оказывается, уже было плохим шагом на пути развала Великой Российской империи. Я думаю, что на самом деле у Путина довольно сложное ждет время интерпретации событий 1917 года. Что это было для России? Движение вперед, воссоздание большого советского государства, за которое должны гордиться россияне. Или наоборот, это преступление против Великой Российской империи. Пока из риторики Путина понять, какой путь он изберет, пока невозможно. Главное, что мы можем понимать, что для Путина… Путин абсолютно имперский человек, и для него главное – это величие Российской империи. И если он будет видеть в Советском Союзе форму Российской империи, он будет говорить о Великом Советском Союзе. Относительно этого заявления конкретно о Ленине, который совершил ошибку. Дело в том, что Ленин был принужден идти на компромисс. Дело в том, что именно для создания Советского Союза как объединения отдельных республик, то есть определения этих республик отдельными границами и так далее, это было результатом в первую очередь украинского освободительного движения, которое довольно активно было в Украине с 1917 по 1921 год. И практически другого шанса большевикам удержаться в Украине, кроме как пойти на уступки этому движению. А уступки пошли еще дальше. После создания Советского Союза была еще укранизация, которая продолжалась до конца 20-х годов. И только уже в конце 20-х, в начале 30-х годов с приходом Сталина началась другой этап уже большевизации Украины, перелом с экономической точки зрения, с политической точки зрения, уничтожение украинцев, особенно крестьян, уничтожение украинской церкви, науки, культуры и так далее. А вам не кажется, что все-таки большевики могли бы пойти на более жесткие формы государственного устройства, те, которые предлагал Сталин, то есть автономизация, потому что они выиграли гражданскую войну, в конце концов здесь были воинские контингенты? Я думаю, что они просто не удержались бы на территории Украины. Именно эта власть, которая держалась на силе оружия, Ленин прекрасно понимал, что он таки должен идти на какие-то компромиссы. И эти компромиссы были с точки зрения политического устройства и с точки зрения культуры. То есть украинизация, которую предложили большевики, это опять-таки была попытка удержать свою власть. Вот может показаться, что Владимир Путин просто жертва советских школьных учебников и университетских. Ведь в советское время люди, которые учили советскую историю, им же было очень трудно понять, почему вообще возникли советские истории и республики. Там было триумфальное шествие советской власти. Эта власть шла и шла из Петрограда в Москву, потом в Брянск, потом в Тулу, потом в Киев, потом в Минск. И совершенно было непонятно, почему Брянск отличается от Киева. Было какое-то буржуазное правительство в Киеве, против которого боролись смелые рабочие арсеналы. Ну и какая разница? На самом деле, действительно, представления Путина о истории очень эпизодичны. В большинстве своем они построены на школьном курсе истории Советского Союза. Хотя есть и некоторые вкрапления уже чего-то нового, какого-то неоимперского дискурса, когда он говорит о Российской империи, когда он говорит о каком-то величии православия и так далее. Вообще, эта концепция русского мира является какой-то странной комбинацией советского мира на самом деле, плюс великое православие. А вот если говорить о самом историческом факте, в принципе, та Украинская СССР, которая возникла на руинах Украинской Народной Республики, это была какая-то государственность или это все-таки был просто симулякор? Я думаю, что больше симулякор, такой протогосударственный. Но с другой стороны, можно сказать, что на самом деле вот эти определенные границы, которые были, в которых была воссоздана Украинская Советская Социалистическая Республика, в конце концов, сыграли свою решающую роль уже в 1991 году, потому что именно в этих границах было воссознано уже украинское государство и признано именно в этих границах. То есть, несмотря на то, что само государство на протяжении 70 лет было симулякром, которое не имело какие-то независимой внешней политики, независимой внутренней политики и так далее, но даже этот симулякор был использован в позитивном плане, то есть, он сыграл позитивную роль воссоздании украинского государства. Да непонятно, сейчас хорошо это или плохо, Владимир. Потому что, смотрите, балтийские страны, они вернулись сразу же к той государственности, которая была уничтожена советской оккупацией 1940 года, их правовым основами, международного права. И оказалось, что латвийский, литовский, эстонский СССР, как правовые механизмы, они не могут играть никакой реальной роли в становлении этой государственности. А Украина, с одной стороны, позиционируется как некий наследник того государства, которое здесь было в период 2017-2020 годов, но чисто символически. С другой стороны, фактически она реальный правоприемник именно Украинской СССР. Ничего более. Я тоже считаю, что современная Украина все-таки должна апеллировать как своим корнем к украинской государству 1917-1921 года. И, в принципе, в этом направлении уже даже есть некоторые законодательные акты. Речь идет о законе о правовом статусе участников борьбы за независимость. Речь идет о указах президента. Последний указ президента несколько недель назад появился о столетии Украинской революции 1917-1921 годов. И, в принципе, я считаю, что в 1991 году на самом деле состоялось с воссоздание украинского государства. И мы знаем, что первый вариант акта про возглашение независимости 24 августа 1991 года назывался как раз акт воссоздания независимости. Его написал своей рукой известный диссидент и политзаключенный Ловко Лукьяненко. И только в результате компромиссов, диалогов с коммунистами убрали слово «воссоздание» и поставили такие провозглашения. Ну, теперь давайте обратимся к Донбассу. Донбасс действительно мог стать частью Российской Федерации, а не Украины? Я думаю, что нет, потому что, опять-таки, определяя эти границы, Ленин учитывал и настроение местного населения. Если мы говорим о Донбассе, то за исключением территорий, которые были, городов и конкломерация вокруг шахт, территория Донецкой и современной Луганской области в основном в то время особенно была украинской. И даже сейчас все сельские районы этого региона абсолютно украинские. И очень легко заметить на карте, что власть так называемых соператистов, террористов установлена как раз только в той части Донбасса, который больше всего индустриализирован, где больше всего шахт. На севере, так называемого Донбасса, где больше районы аграрные, там эти районы уже освобождены и не являются интегральной частью Украины. Сталин действительно тогда говорил о том, что необходимо увеличить православную, пролетарскую часть населения в Украине, потому что большевики очень боялись остаться наедине с этой крестьянской, украинской национальной стихией, которая явно поддерживала украинские партии, украинскую народную республику. То есть все-таки отношение к Донбассу было не экономическим и даже не этническим, а вот таким вот классовым. Политическим. Классовым и политическим. Со стороны большевиков. И на самом деле, да, большевики в напряжении всего времени, всего времени существования советской власти пробовали создавать из Донбасса такой своеобразный рабочий рай. То есть там были тяжелые предприятия, шахты и так далее. Люди много работали, но вместе с тем там был довольно высокий уровень социальной жизни. Искусственно довольно высокие зарплаты. И поэтому после развала Советского Союза, когда уже поддерживать настолько высокий социальный уровень жизни стало невозможно, для многих людей создание независимой Украины в этом регионе ассоциируется с обеднением. То есть пришла независимая Украина, украла у нас деньги, у нас так было все хорошо в советское время. Именно на этой просоветской ностальгии играет Путин. То есть его на самом деле поддерживают не россияне и какие-то другие этничные группы. Его поддерживают люди, которые можно назвать просто советскими людьми. Именно советские люди — это база, на которую опирается современная российская агрессия. Нарази таких людей мало в Украине? Довольно много, но на самом деле такие компактные островки советского остались только в этом индустриальном Донбассе и в Крыму. В Крыму другая причина. Крым — всесоюзная здравница, курорт для партийной элиты и военной элиты и так далее. И именно эти два региона остались такими компактными советскими островками. В других регионах советские какие-то ценности остались в основном только среди людей старшего поколения, в основном среди тех, кто уже не активный в общественно-политической жизни. Я хотел бы спросить у вас о законе про декоммунизацию, про избавление от коммунистической и нацистской стиволики, который понемногу начинает, по крайней мере, в высказываниях очень многих активистов и даже отдельных чиновников, превращаться в некий способ ревизии не только коммунистического наследия, периода коммунизма, но и в истории Украины времен Российской империи. Когда малороссийские губернии, они были частью Российской империи, когда у них создавались города, им присваивались определенные названия. Всегда это воспринималось как некое просто там да, не стоили. Сейчас это вот, я видел приказ заместителя министра инфраструктуры о переименовании южной железной дороги. Южная это уж точно не юго-западная, простите. Юго-западная это уж точно не коммунистический. На северо-востоке Украины. Да, но это вот историческое название. Юго-западная дорога на северо-востоке Украины. Много у нас такого. Это даже не вопрос полемики, это именно вопрос, который важен, чтобы вы разъяснили свою позицию. Как далеко можно зайти в этой ревизии названий? Знаете, на самом деле снимая действительно этот коммунистический слой, мы часто натыкаемся на следующий слой Российской империи. И часто для многих людей это возвращение к этой Российской имперской топонимике, особенно в современной ситуации противостояния Украины и России воспринимается абсолютно в штыки. Тем более, что если мы говорим, к примеру, о таком городе, как Кировоград, который должен быть переименован, если бы мы говорили о возвращении исторического названия, речь идет о Елисаветграде, но мы можем еще пойти глубже и все-таки увидеть и украинские корни этого населенного пункта, речь идет о Ингульской паланке войска Запорожского, и все-таки находим те корни, украинские корни тех или иных населенных пунктов. Поэтому апеллирование к тому, что только Россия создавала там города, что до России это была дикая степь, где не было никаких населенных пунктов, но не особенно справедливо. Нет, тут важно ответить и на другой вопрос. Вот украинское население Российской империи, это что? Это люди, которые вместе с другими, так сказать, с русскими, с белорусами, создавали эту империю, строили ее, или это население некой колонизированной оккупированной территории. Я думаю, что ближе все-таки мы говорим о колониальном статусе Украины в составе Российской империи. Это, конечно, не означает, что не было украинцев, которые принимали участие в руководстве Российской империи. Вообще Российская империя как проект в окружении Петра Первого, в создании этого проекта принимали активное участие многие украинцы, которые видели в нем какой-то более привлекательный, глобальный проект, чем гетьманщина, в которой они жили тогда на рубеже 17-18 веков. Ну вот это вот и есть, наверное, ответ на вопрос, что если это воспринимается как колониальная территория, то начинается избавление от колониального прошлого. Да, это возможно вслед за декоммунизацией идет процесс, возможно, такой деколонизации. И тут мы встречаемся с большим количеством населения, которое не понимает, зачем это происходит, согласитесь, потому что это более прочно сидит, эта связь с историей, чем связь с коммунизмом. Ну, как и одно и другое, оно, соответственно, требует каких-то объяснений, дискуссий. И как и с декоммунизацией, важным аспектом декоммунизации является разного рода общественные обсуждения этой проблемы. Для меня одним из важных аспектов декоммунизации является то, что мы запустили глобальную общественную дискуссию в стране. В стране начали говорить о том, что такое хорошо, что такое плохо, оценивая прошлое. Этого никогда не было в Украине на протяжении 25 лет. Впервые мы начинаем как-то переосмысливать опыт Украины, исторический опыт Украины. Вот скажите, что если на одной части территории страны будет бороться с наследием Российской империи, на другой весьма благлажетно относиться к наследию Австро-Венгерской, то это будет странная ситуация. На самом деле наследие Австро-Венгерской империи в топонимике практически не присутствует. Вообще уже не осталось. Возможно, какие-то деревни, названные этническими немцами, которые тогда жили. Само дело не только в топонимике, дело в самом отношении к вопросу, империя это хорошо или плохо, или бывает хорошая империя или плохая. Для меня, как для историка и как для украинца, империя это плохо. То ли она Австро-Венгерская, Британская или Российская. Единственное, что показывает история Российской империи, это одна из худших империй в мировой истории. Но в любом случае, любая империя это плохо. И если говорить о какой-то Австро-Венгерской ностальгии в Западной Украине, то она присутствует только в каких-то коммерческих продуктах, исключительно как образец такого себе брендирования, оппозиционирования и так далее. Я так понимаю, что для россиян вполне понятно, когда Украина отказывается от коммунизма, но когда начинается отказ от имперского прошлого, такого общего, это уже вызывает искреннее удивление. Вы замечаете, да? Возможно, но на самом деле я уверен, знаете, что это очень миролюбивый тезис о том, что, ребят, мы же один народ, который мы всегда слышим. Вот про-путинских, анти-путинских христиан. На самом деле этот миролюбивый тезис является основой современной войны. Потому что если мы один народ, то значит в Кремле могут решать, как оценивать то или иное фрагменты нашего прошлого. В Кремле могут решать, куда нам интегрироваться, куда нам двигаться в будущем. Ну или наоборот. Могут в Киеве решать, какой была история России, как вообще должна существовать. Или все-таки центр народа там. Как показывает история. Кстати, люди, которые создавали империю Мессис в окружении Петра Первого, они тоже думали, что возможно центром этой империи когда-то станет Киев. Но история распорядилась по-другому. Поэтому мне кажется, что повторять эти ошибки, видеть воссоздание какого-то нового государства с центром в Киеве невозможно. И, кстати, с этим вяжется еще одна интересная тенденция в украинском обществе. В Украину часто приезжают разного рода российские оппозиционеры, которые в Украине себя чувствуют более комфортно. И самое интересное, что у них часто звучат тезисы о том, что Украина хорошая демократическая страна, мы можем сделать из нее альтернативную Россию. Ну, это, конечно, для нас, для украинцев очень неприятно это слышать, потому что, ребят, ну, это все-таки Украина, тут будет украинское государство, и демократическую Россию можно настроить только в России. Даже если там сейчас нет для этого слой. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Ветрович в программе «Дороги к свободе», которую ведет для вас сегодня Виталий Портников. Владимир, ну, может быть, просто люди, которые приезжают в Киев или в другие украинские города, особенно на востоке Украины, они ведут верхний слой, который им очень напоминает ту жизнь, с которой жила Россия. На самом деле, да, много общего... Это может не их вина, а просто восприятие внешнего. Возможно, абсолютно, но, тем не менее, мы говорим о людях, действительно, интеллектуалах, люди, которые могут, прожив тут какое-то время, понять, что все-таки мы говорим о другом народе, другой культуре, другой стране. Есть в России историки, которые более реалистично относятся к украинской государственности, к наследию и понимают вообще, как далеко разошлись, собственно говоря. Конечно, конечно, есть такие люди, знаете, их определяют по очень простому вопросу, чей Крым. Ответ на этот вопрос показывает, насколько люди, российские историки, избавлены от этого имперского мышления или не избавлены. Один из моих, я считаю, друзей и коллег, это Никита Петров, один из исследователей как раз сталинского периода, абсолютно трезво оценивает советскую историю, современную историю, это люди, которые работают в обществе «Мемориал», кстати, сейчас повсеместно угнетаемом в Российской Федерации. Это люди, которые боролись с советской системой еще в конце 80-х годов, и большинство из них осталось на своих твердых антисоветских позициях и антиимперских позициях, даже глубже. Но видите, оказалось, что отказ от советского наследия вполне может привести к воскрешению имперского, и это вот произошло. Потому что мы видим понемногу, как главной идеологией официальной, по крайней мере, в России становится идеология империализма, и когда Владимир Путин говорит о Ленине и Сталине, он фактически приходит к тем взглядам, которые исповедовали, наверное, многие оппоненты большевиков из числа белогвардейцев, белого движения. Абсолютно с вами согласен. Что это вы нашу единую неделимую Россию делите на республики? Как это? Абсолютно с вами согласен. Это проблема современной России, что даже среди либерального сообщества, среди антипутинских политиков, общественных деятелей, очень много таких, которые являются имперцами. Тот же Навальный, который позиционирует себя как главный антипутинский политик, и вместе с тем абсолютно имперское мышление, он, к примеру, фактически не имеет ничего против воссоздания Российской империи. К сожалению, так всегда было в российской истории, даже 17-й год, когда мы будем вспоминать 17-й год, это февральская революция, те силы, которые готовы были говорить о каком-то переустройстве Российской империи, построении демократического государства, они проиграли очень быстро, они не удержались, и поэтому их наследие очень маленькое в современной России, очень мало людей, которые готовы говорить о переосмыслении имперского прошлого. Но, с другой стороны, наконец-то должны найти люди, которые должны объяснить россиянам, что у России как империи нет будущего, что если Россия не готова будет предложить какие-то новые концепции переустройства своего государства, это приведет к краху ее как государства, потому что империя это уже продукты 19-го, 20-го века. Многие в России ответят, что как раз когда начинаешь говорить, что России нет имперского будущего, и в особенности имперского прошлого, то это как раз прямой путь к развалу государства. Я думаю, что Владимир Путин первый, кто так скажет. И поэтому нужно, чтобы нашлась довольно отважная интеллектуальная элита, которая будет воссоздавать какие-то альтернативные модели этого. Потому что мировая история определенно говорит, что империи разваливаются, империи не существует долго. И мы имеем пример, блистательный пример трансформации британской империи, одной из самых могущественных империй, которая трансформировалась в нормальное демократическое государство. Вы не допускаете, что на территории нынешней Российской Федерации может возникнуть некая единая политическая нация, которая объединит людей разных национальностей и вероисповеданий? Сомневаюсь, что это возможно, особенно в условиях современной политики, которая развивается теперь с ним. В России очень часто говорят о том, что нельзя наладить диалог с украинскими и государственными деятелями, политиками и обществом, что есть вот такое вот неприятие не только российской власти, но и вот той российской оппозиции, о которой вы говорите. Вам не кажется, что, может быть, стоит поискать компромисс, да, люди сохраняют какие-то имперские убеждения, но тем не менее симпатизируют Украине, считают, что нельзя свои убеждения доказывать силой оружия, танками. Но диалог – это все-таки уважение двух субъектов этого процесса, то есть взаимное уважение. То есть мы понимаем, что другой субъект тоже имеет право на свое мнение. Но когда диалог происходит в таком тоне, что мы все-таки старшие браты, мы имеем право что-то говорить и как-то поучить младшего брата, вряд ли можно назвать это диалогом и абсолютно не зависит, кто является участником этого процесса, путинские или антипутинские силы. Смотрите, но ведь в Украине нет и собственного диалога очень часто, когда мы с вами говорили о переименованиях. Очевидно, что в том же Кировограде есть очень много людей, которые хотели бы, чтобы это было Елисаветград, а не Ингульск. И тут нужен диалог. А по большому счету община не имеет никакой возможности высказаться, так сказать, четко относительно собственного представления о будущем. Городская община. Вот я вот жил бы в этом городе, у меня были бы такие представления о том, я бы хотел быть, и может, к Ингульске, я бы хотел бы из Елисаветграда, я не знаю, чего бы я хотел. Но я имею в виду, потому что я просто не кировоградец. Но я имею в виду, что у меня нет практически никаких прав. Все права у парламента. На самом деле, на протяжении полугода в том же Кировограде проходили бесстительное количество разного рода дискуссий о том, каково должно быть новое название для этого города. В конце концов, за результатом этих общественных слушаний, городской совет предложил семь названий, которые были более всего популярны в этих дискуссиях. И теперь только парламент, опираясь на одну из этих семи названий, будет принимать решение о том, как бы называться этот город. Вы вообще удовлетворены тем, как этот закон выполняется в Украине? На самом деле, нам нужно учить еще украинцев в принципе выполнять любые законы. Потому что представление о том, что принят закон автоматически исполняется, это довольно оптимистическое представление. Саботаж действительно происходит на многих уровнях. Но, тем не менее, я считаю, что то, как двигается сейчас реализация этого закона, свидетельствует о том, что декоммунизацию уже не остановить. Но она может, мне кажется, продолжаться отнюдь не столько времени, сколько это предназначено. Я думаю, что в 2016 году мы получим новую карту Украины, на которой уже не будет свыше 900 названий, которые связаны с коммунистическим прошлым. Включая Крым? Включая Крым, да. В Крыму тоже будут переименованы населенные пункты, названия которых являются элементами коммунистической символики. И мы активно сотрудничаем с материнцами кримско-татарского народа, и, соответственно, речь будет идти о возвращении исторических кримско-татарских названий. Вот когда эти исторические названия возвращаются на карту Крыма, это будет только на украинских картах? Или вы представляете, что это можно будет добиться того, что это будет на картах, которые в мире будут использоваться? Абсолютно уверен, что это будет на всех картах мира, потому что Крым признан интегральной частью Украины абсолютным большинством мирового сообщества. Не опасаетесь, что многие русские, украинские жители Крыма скажут, что они вообще не понимают, почему такие названия, потому что эти люди, которые там живут, они вообще этих названий многие не слышали, они привыкли к тому, что Крым — это что-то славянское. Я думаю, что мы сможем провести, соответственно, объяснительную информационную работу. С крымчанами? И с крымчанами. То есть сейчас мы говорим о все-таки глобальном мире, где средства массовой информации, оградить средства массовой информации в Крыму от украинских тоже практически невозможно. И на территории, которая сейчас контролируется так называемыми народными республиками, тоже будет переименование? Абсолютно. А это соответствует тем правам, которые они получили? Да. То есть на самом деле... Ну не получили, но которые должны получить, простите, по Минским соглашениям. На самом деле закон предполагает полгода для разного рода гражданских обсуждений и слушаний, за результатами которых должны быть приняты новые названия. Если эти слушания на протяжении полугода не прошли, тогда формируются пропозиции с новыми названиями, формируется Украинским институтом национальной памяти, которым создана специальная экспертная комиссия с экспертов института истории, института археографии, института украинского языка и так далее, и так далее. Именно это название будет вноситься в парламент. Можете назвать какие-то наиболее конфликтные ситуации, связанные с этим законодательством? Это, соответственно, два областных центра. Это Кировоград, в котором до сих пор дискуссия, то ли Ингульск, название которого поддерживает большинство творческой элиты и экспертов, историков, то ли Светоград, которые поддерживают другую часть этого города. Это город Днепропетровск, в котором местная власть решила переименовать Днепропетровск в Днепропетровск. Говоря теперь, что это уже название, теперь будет называться в честь апостола Петра. Это, соответственно, не пройдет. Закон предусматривает не новую интерпретацию названия, а новое название. Вы согласны, что большинство Днепропетровцев высказывается именно за сохранение этого Днепропетровского? На самом деле так, но мы понимаем, что большинство, если проводить опрос, то большинство граждан Украины, наверное, все-таки проголосуют за то, чтобы не платить никаких налогов, к примеру, или какие-то другие такие вопросы. Была интересная дискуссия в городе Ильичевск, который тоже предложили переименовать Величевск в честь святого Ильи, но в результате нашего диалога с местными органами самоуправления все-таки этот город будет переименован в Черноморск. А Черноморск тоже существует в остановной республике Крым? Будет два Черноморска? Или тот Черноморск переименован в свою очередь? Я не уверен, что Крымский Черноморск не подлежит закону декоммунизации, потому что название ничего советского. В принципе, у нас есть претенденты, когда есть населенные пункты с данным названием. Вы говорите о том, что в 2016 году этот закон уже будет практически исполнен. То есть вот тот, как вы говорите, саботаж, то противодействие, которое существует, очень легко его видеть, даже выехав за границу Киева, в любом маленьком населенном пункте, есть масса улиц Ленина, Дзержинского, кого хотите, что все это будет переименовано вот так вот быстро. Уже на сегодняшний момент, если мы говорим о переименовании улиц, наверное, несколько тысяч улиц уже переименовано в городах и селах. И этот процесс нарастает довольно быстро именно благодаря тому, что 25 октября в Украине состоялись местные выборы. И на этих выборах в большинстве регионов коммунисты и бывшая партия регионов утратили свою монополию и, соответственно, процесс пошел. А вы не опасаетесь, что люди будут говорить, что экономическая ситуация ухудшается вообще, надежды уменьшаются, а вы занимаетесь переименованием городов и улиц? Я считаю, что это переименование, это преодоление коммунистического прошлого, это уже неотъемлемый элемент, в принципе, реформы в стране. Я прекрасно понимаю, что оно не заменит экономические реформы, политические реформы, но вместе с тем и экономические и политические реформы без преодоления этого тоталитарного прошлого тоже не сработает. Как раз опыт стран Восточной и Центральной Европы, которые прошли эти процессы декоммунизации в конце 80-х и начале 90-х годов, показывают, что декоммунизация это неотъемлемый элемент реформ и это гарантия того, что никогда уже не будет какого-то возвращения рецидива в авторитарное или даже тоталитарное прошлое. Очень просто заметить на карте мира, что те страны, где прошли процессы декоммунизации, это уже нормальные демократические страны, члены ЕС, НАТО и так далее. В тех странах, где до сих пор не рассчитались с советским прошлым, мы имеем рецидивы возвращения в авторитарное прошлое, это в первую очередь Белоруссия, это Россия, это до недавнего и Украина. Но, тем не менее, я насколько помню, декоммунизационные процессы, ведь они были в Украине в 90-е годы. Было несколько попыток, да, в Украине вслед за другими странами Восточной Европы в конце 80-х, начале 90-х годов, когда прошла вот эта волна бархатных революций, тоже сносили памятники Ленина. Кстати, Украина была наиболее ленинизированной страной, наверное, в мире. Больше памятников Ленина 6 тысяч было только в России, в Украине было больше 5 тысяч. Но если сравнить площадь, то мы понимаем, что количество Ленинов на квадратный метр в Украине просто зашкаливало. В начале 90-х годов часть этих Ленинов была демонтирована, особенно в Западной Украине, где был более всего активный национально-демократическое антикоммунистическое движение. Потом была вторая попытка после оранжевой революции во времена Ющенко. И теперь это уже третья попытка, которая, кстати, была поражена в первую очередь Майданом. Потому что я считаю, между прочим, что Майдан был своеобразным таким некоторым образом даже антисоветским восстанием. Потому что то, что делала власть Януковича во времена Майдана, это насильственное возвращение Украины в советское прошлое. И это вызвало такую бурную реакцию. И как раз на Майдане был снесен, во времена Майдана был снесен один из первых памятников в Киеве, на Бессарабке. Это было 8 декабря 2013 года. И эта волна привела к так называемому Ленинопаду, за результатами которого на данный момент Украина избавилась от свыше 800 памятников Ленина. Спасибо. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был директор Украинского института национальной памяти Владимир Ветрович. Спасибо, Владимир, что были с нами. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые слушатели и зрители. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин